Более чистый и дешевый вид топлива в Сургутском районе в рамках национального проекта «Экология» на сжиженный газ переведут три котельные. В поселках Лямино, Высокий Мыс и Сытомино. В последнем реконструкция выполнена уже на 30%. Подробности у нашего корреспондента. За десятки лет службы приборы износились. Их заменят. Котельную в поселке Сытомино реконструируют. Здесь установят новые котлы, горелки и трубы. На модернизацию объекта потратят более 40 миллионов рублей. Больше половины суммы выделено из Федерального фонда содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса. Остальные средства из местного бюджета и коммунального предприятия, которое инициировало этот проект. Новое оборудование будет работать на сжиженном газе, а не на нефти. Это и экономичнее, и экологичнее. На сегодняшний день завершаются работы по внутренним газопроводам. В следующем этапе пойдет внешнее газоснабжение. Дальше уже, конечно, там и просной парк, обвязка, пусконаладка, технические решения, установка оборудования, насосного предприятия. Так что все в процессе работы. Реконструкция выполнена на 30%. Завершить ее должны в августе. Всего в Сургутском районе в рамках национального проекта «Экология» на сжиженый газ переведут три котельные. В поселках Лямино, Высокий мыс и Сытомина. Модернизация в этом году начнется и в Солнечном. Большая модернизация планируется на общую сумму более 300 миллионов рублей. Это фактически из трех котельных останется две. То есть установленная мощность, скажем так, модернизированная, реконструируемая, составит 49 мегаватт. Повысит надежность оборудования. Создает запас мощности с тем, чтобы больше строить, больше вводить жилья на территории поселения. Реконструировать котельную в Солнечном власти планируют за два года. На сегодняшний день в поселке не хватает мощностей, гикокалорий, не хватает для развития. Для надежности теплооснабжения это не влияет, но развиваться нам некуда, потому что не хватает тепла. На месте этой котельной будет стоять бочно-модульная котельная, то есть новая. Ее предоставят заводы в сборе. С вводом новой котельной в эксплуатацию можно без опаски строить школы и многоквартирные дома в поселке. Ее мощности хватит на обогрев новых объектов. К реконструкции приступят в этом году. Елена Каткова, Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести Югория, Сургутский район.